Раиса Ивлева. Украинский язык и так считается государственным по конституциям. Этот закон много вреда нанесет. Более 30% русскоговорящих в Украине насильно навязывать язык это глупо и будут печальные последствия. Ну, Раиса, с вами трудно не согласиться. Более того, я скажу, что из этих 30% русскоговорящих половина возможно. Я статистику не знаю. И мне очень нравится украинская государственность. То есть навязывать государственность тоже глупо и много неприятных последствий, но не нравится. Ну, вот как в Крыму, как одно время на востоке Украины. Сейчас там и там, и там все-все поняли, все-все поняли. И я думаю, что уже и хотят пожить в демократическом государстве. Или уж во всяком случае не с российскими паспортами, а с паспортами Украины. Вот. Проблема? Конечно, проблема. Государственность Украины, Путиным, многими здесь в России, подвергается сомнению, считается там глупостью какой-то, выдумкой. Нету никакой государственности. Это придумано все. Но есть, тем не менее, 85%, видимо, граждан Украины, которые хотят иметь свое государство, свой язык, свою культуру. Большинство. При уважении меньшинства, тем более, что, ну, мы же знаем историю, знаем, как это происходило, как в свое время и русский язык навязывали украинцам. Мы просто сначала уничтожали население, там, голодомором разными способами, потом заселяли эти регионы гражданами, там, из Сибири, из откуда-то еще. Вот. Так же, как в Крыму, кстати говоря. И до сих пор этот вопрос не решен, нету закона о реституции. Я видел, как это происходило. Вот своими глазами, как хозяйка одного дома, мне рассказывал, что да, вот приезжали, это 62-й год, наверное. Вот, да, приезжали бывшие хозяева, фашисты, как она сказала, в Ялту, просились, значит, просто посмотреть дом, поскольку там выросли здесь. Мы их не пустили, вызвали милицию, милиция их тут же депортировала, выселила. Вот. Ну, тут надо выбирать, Раиса, либо мы с вами доводим ситуацию до того предела, когда, ну, начинается обратный процесс. Начинают выселять тех, кто когда-то поселился, семьями. Ну, вот как после войны с немцами было. Убивали, заставляли выезжать во многих регионах, там, Польша, Чехия, Словакия. И заставляли выезжать и убивали. Мы с вами хотим этого? Или мы хотим, чтобы все было спокойно? А для этого Украине нужна государственность. Спокойная, никому не вредящая государственность. Понятно, чего хочет Путин. Путин хочет территории побольше контролировать, побольше людей. Для него это просто категория такая весовая. Вот у меня под моим влиянием, говорит он, находится столько-то миллионов. 140, ну, вот еще 40 миллионов. Заботы об этих людях, об этих территориях никакой нет. Мы видим с вами по Крыму. Поэтому пусть Украина будет независимым, самостоятельным государством. Пусть развивает свою культуру, свой язык. Не мешая, там, национальным меньшинствам, там, в том числе и русскому меньшинству. Разговаривать на русском языке, венграм, там, немцам, кому угодно. Вот. И все будет спокойно, будет цивилизовано. Можно пойти тем путем, который предлагает многие оккупировать эту Украину, заставить ее еще раз говорить на русском языке, запретить. Субтитры создавал DimaTorzok